Приветствую, комрады! С вами снова отставной сантехник Миха. Мы снова снимаем наше видео для портала обустроено.ком. И наша сегодняшняя тема – причины засоров канализации. Сами понимаете, что засор – штука крайне неприятная. В лучшем случае вы просто не можете полноценно пользоваться водопроводом и канализацией в собственной квартире. В худшем к вам на голову или снизу из унитаза на пол льются стоки всех соседних квартир, расположенных выше вас по стояку. О том, почему происходят засоры канализации и как их избежать, я сейчас расскажу. Вначале немножко общей информации. Засоры бывают общими и местными. Так называемый местный засор – это засор гребенки локальной канализации в вашей квартире. Все работы по его прочистке всегда платные, потому что причина этого засора лежит внутри вашей квартиры. То есть виноваты в нем только исключительно вы. Это вам очень сильно упростит общение с коммунальными службами. Общий засор, когда к вам в квартиру льются стоки со всех других квартир по стояку, если засорен стояк, всегда устраняются бесплатно для жильцов аварийной службой в любое время суток. На случай засора полезно иметь телефон городской и местные аварийки. Далее. Что становится, собственно, причиной? В моем личном рейтинге первая по популярности причина общих засоров канализации, когда топят сразу несколько квартир, это половые тряпки, упущенные вместе с выливаемой в унитаз водой. Соответственно, чтобы избежать этих засоров, тщательно проверяйте содержимое ведра, прежде чем вылить его в унитаз. Засоры эти неприятны тем, что тряпка действительно обычно закупоривает 110-мм трубу, зацепившись за любое соединение заусенец внутри. Ну и сами понимаете, что при этом затапливаются все квартиры выше засора на ближайшем этаже. Далее. Пищевые отходы. Второе место в рейтинге причин засоров. Забудьте про то, что можно вылить в канализацию прокисший борщ или особенно каши, картошку, словом, несвежие продукты. Они становятся причиной засоров в вашей квартире, они забивают ваш же унитаз. Унитаз, как правило, засор стояка при этом не возникает, это скорее исключение, но унитаз даже обычным борщом можно закупорить намертво. Решение этой проблемы достаточно простое. Если вам нужно вылить борщ или любые другие жидкие пищевые отходы, вылейте в раковину через дуршвак, а то, что в нем останется, просто выбросьте в мусорное ведро. Решение номер два, куда более дорогостоящее, но и достаточно эффективное. Пищевой измельчитель. Измельчитель пищевых отходов. Он ставится под выпуск раковины на кухне, ну и, соответственно, вы можете бросать в выпуск любой достаточно крупный мусор, любые пищевые отходы. Они превращаются в кашицу и благополучно смываются по трубе в канализацию. Ну, расходы в этом случае, естественно, будут. Тут кисы нам не избежать репараций, как говорил незабвенный Остап Бентер. Стоимость такого прибора начинается примерно от 10 тысяч рублей. Далее. Строительные смеси. Если вы делаете дома ремонт и пользуетесь гипсовой шпаклевкой, цементным раствором, любыми другими строительными смесями, забудьте про привычку выливать остатки раствора в унитаз или смывать их в раковину. Цемент неизбежно остается на участках канализации с медленным движением. Он забивает, ну, в лучшем случае, пластиковые сифоны. В худшем, в моей практике, такие случаи были. И не раз вылитый в унитаз раствор заставлял полностью менять унитаз. Дело в том, что если раствор схватится внутри унитаза, извлечь его оттуда невозможно в принципе. Единственный способ уничтожить этот засор, это разбить его зубилом. Сами понимаете, что при этом фаянсовому или фарфоровому унитазу тоже придет конец. Зубило и хрупкая керамика – вещи абсолютно несовместимые. Кошачий наполнитель – почетное четвертое место. Засоры возникают в равной степени, с равной вероятностью и локальные, то есть забивается унитаз до состояния полной непроходимости, и общие. Кошачий наполнитель – песок – остается в канализационной лежневке в подвале, постепенно закупоривает ее, снижая просвет. И первый же прилетевший хотя бы маломальский крупный мусор становится причиной окончательного полного засора. Канализация подпирается, топит, как правило, нижний этаж. Что сделать, чтобы этого не происходило, догадаться достаточно нетрудно. Во-первых, если вы используете комкующийся наполнитель, никогда не выбрасывайте его в унитаз, только в пакет и далее в мусоропровод, в мусорный контейнер. Во-вторых, если вам очень уж хочется смывать кошачий наполнитель в унитаз, приобретайте вот такой вот наполнитель из прессованных древесных опилок. Он рассыпается в труху, которую можно смывать в унитаз, которая в воде, ну, скажем так, не образует плотных пробок. Нюанс – выбрасывайте его небольшими порциями. И, наконец, мое любимое. В отличие от всех предыдущих причин засоров, это возникает абсолютно неизбежно. Жир накапливается в канализации. Жир, попадающий в канализацию с грязных тарелок, которые вы моете в кухонной раковине. Избавиться от этой причины засоров, к сожалению, невозможно в принципе. И канализация у вас с жиром будет забиваться, как бы вы аккуратно ей не пользовались. Как можно хотя бы частично уменьшить вероятность этих засоров и как прочистить такой засор самостоятельно, не вызывая сантехников? Во-первых, моете посуду максимально горячей водой, насколько терпят руки. Чем горячее вода, тем, соответственно, меньше жира будет оседать на холодных стенках труб. Пока жир горячий, он не оседает, не образует той самой вязкой консистенции, которая забивает канализацию. Далее, если засор все-таки произошел, первое, что вы пытаетесь сделать, пролить канализацию большим количеством горячей воды. Если водичка хоть понемножку уходит, вначале включаете горячую воду тонкой струйкой, и по мере того, как она начинает все лучше уходить, увеличиваете напор. Как правило, за полчаса удается промыть любой жировой засор канализации внутри квартиры. Это можно делать и в профилактических целях. Раз в месяц, включая горячую воду, на полчасика. Нюанс. Если у вас бойлер или локальная канализация с собственным септиком, с собственной станцией глубокой биологической очистки, или даже просто стоит водосчетчик, такой способ промывки канализации может оказаться проблематичным. Сами понимаете, что горячая вода стоит не так уж дешево, если платить за нее по водосчетчику. Ну, а про проблемы локальной канализации, я думаю, владельцам частных домов можно не рассказывать. Если промывка по какой-то причине нежелательна, невозможно, с засорами приходится бороться по старинке. Пластиковую канализацию вы просто-напросто разбираете, благо разбирается она предельно просто, и вытряхиваете причину засора, ту самую шаровую пробку, в мусорное ведро. И еще один совет, прям настоятельный совет. Установите на кухне автоматическую стиральную машинку. Если у вас стоит проблема выбора, где ее поставить, то лучше установить машинку именно на кухне. Ну, разумеется, если позволяет место. Почему? Кухня, как правило, дальше всего от канализационного стояка, а машинка в процессе стирки сливает горячую воду со стиральным порошком, которая прекрасно растворяет те самые жировые пробки. Поставив на кухне стиральную машинку и подключив ее к канализации, вы получаете тщательную, чистую промывку канализации без всяких усилий с вашей стороны. Про засоры вы сможете забыть раз и навсегда. Ну, как организовать слив, как подключить стиральную машинку, я уже рассказывал в одной из наших прошлых встреч. Самый простой способ подключения – это просто повесить сливной шланг на край мойки. Да, это не всегда удобно, но в этом случае у вас вся канализация оказывается полностью промыта. Ну и, прямо скажем, не так уж он сильно мешает, потому что машинка стирает, как правило, не больше часа в сутки. Вот все, что вам полезно знать о засорах канализации. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Как всегда, с вами был отставной сантехник Миха.